Смертельная авария в Кстовском районе. Поздней ночью 8 февраля на 447-м километре трассы Москва-Уфа 47-летний водитель автомобиля Джили не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Мерседес. В результате столкновения водитель Джили получил смертельное ранение, а 37-летний пассажир этого автомобиля госпитализирован в больницу с переломом ребер и резаной раной. ДТП произошло около часа ночи на 447-м километре на дороге Москва-Уфа территории Кстовского района. По предварительным данным водитель управляет Джили не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Мерседес. В результате данного ДТП водитель автомобиля Джили 1970 года рождения получил смертельное ранение, пассажир автомобиля мужчина 1980 года рождения получил ранение. В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. В одном из нижегородских торговых центров прошел благотворительный боулинг-турнир «Шар милосердия» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья из семейного клуба «Радость общения». Помимо них в соревнованиях участвовало 12 команд из Нижегородской области, в том числе и администрации города Кстово и Кстовского благочения. Цель на самом деле две, как я вижу. Это помочь людям с ограниченными возможностями стать полноценными, поверить в себя, что нет на самом деле никаких ограничений. И мы вот этот дух победы, дух единства вселяем. Вторая цель это то, что очень много организаций поддержала это. И мы с ними со всеми увиделись и все рады, что участвуют в таком большом деле. Надо выявить победителей среди трудовых коллективов, среди детей, которые это могут сделать. Ну а главная цель, конечно, сегодня это все-таки не соревноваться, а почувствовать вот единение разных людей, с разными возможностями, и взрослых, и детей. И вот это вот состояние души, и милосердия, поддержки, заботы. Сегодня, наверное, самое главное будет на соревнованиях. Тоненький писк новорожденных малышей раздался из медвежьей берлоги в Нижегородском зоопарке Лимпопо. Медведица Ляля в восьмой раз стала мамой. У нее родилось сразу четверо медвежат. В первое время трудно было понять, сколько именно детенышей появилось на свет, так как Ляля ни на секунду не выпускала их из-под себя. Но недавно медведица на несколько минут все же оставила потомство и вышла в уличный вольер. В этот момент камера видеонаблюдения, установленная в берлоге, смогла зафиксировать, что медвежат в помете четверо. На свет они появляются покрытыми короткой и редкой шерстью, слепыми и глухими. Первое время они питаются молоком мамы. Малыши прозреют через месяц. Первая совместная прогулка медведей в зоопарке лимпопо состоится, скорее всего, уже весной. Чуть-чуть подросли, также переворачиваются, движения есть, все в порядке у них. Позднее, как они подрастут, уже мама, как бы, будут уже на самообеспечении, мы их замерим, будут, возможно, какие-то имена по окраске, чтобы их можно было различить. Кормим мы только маму, то есть она выходит из берлоги, мы ее через день кормим по обычному рациону.